МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, на волнах первого русскоязычного христианского радио в Барселоне. Мы рады встрече со всеми, кто сейчас нас слушает. Надеемся, что наше радио поможет вам больше узнать о Боге, спасении и о любви Божьей, даст ответы на многие ваши вопросы, поможет и утешит в трудную минуту. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перед тобой, Отец, колени я склоню, и начинаю с Богом разговор. О, да, я грешница, мой Боже, знаю я, и не я, а ты меня нашел. Я хочу быть с тобою всегда, Я хочу, чтобы жизни дорога привела бы однажды Меня в небеса пред величие Бога. Да, способна, Господи, к паденьям я, Поднимаешь бережно меня. И если будут искушения у меня, Я смотрю лишь только на тебя. Я хочу быть с тобою всегда, Я хочу, чтобы жизни дорога привела бы однажды Меня в небеса пред величие Бога. Со мной ты, Господи, небеса светлей, Ты в горе, в радости со мной. Мое сердце стало чище и добрей, Я на коленях, Боже, пред тобой. Я хочу быть с тобою всегда, Я хочу, чтобы жизни дорога привела бы однажды Меня в небеса пред величие Бога. Я хочу быть с тобою всегда, Я хочу быть с тобою всегда, Я хочу, чтобы жизни дорога привела бы однажды Меня в небеса, в величие Бога. Я хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Все начиналось ярко, красиво и стремительно. Он ухаживал за ней, как истинный джентльмен. Цветы, подарки, горячее признание. И она поверила, несмотря на горький опыт предыдущего замужества. Привлекала его остроумие, общительность, хорошее отношение к ее трехлетней дочке. Они сыграли свадьбу, несмотря на то, что ее все отговаривали от этого шага. По характеру оба лидеры. Они не могли уступать друг другу и были похожи на две динамитные шашки. А неизбежные семейные ссоры оказались искрой в высекший огонь. Не просуществовал и года, семья распалась. Это было глубочайшее разочарование в ее жизни. Она осталась без мужа, с двумя маленькими детьми. Гнев, ненависть, обида полностью овладели ее сердцем. Простить после всего, что было, никогда. Подобные фразы приходится слышать нередко. Прощение все понимают по-разному. Кто-то считает прощение недопустимой слабостью. Кто-то, прощая, пытается навсегда стереть обидчика из своей памяти, чтобы не тревожить рану. А кто-то рассматривает прощение как одолжение. Далее в программе некоторые мифы о прощении. Миф первый. Время залечит любую рану. Время – лучший лекарь. Сколько раз эта фраза звучала как утешение. В самом деле, со временем былые обиды теряют остроту. Но целебные свойства времени преувеличивать не стоит. Оно неплохо справляется с мелкими обидами. Но обман, измены ранят душу надолго. Опять же, время лишь помогает забыть, но не простить обиду. Миф второй. Простить – значит вычеркнуть из памяти. Этот миф активно проталкивают те, кто верит, что стоит дать мозгу команду, и он, как по мановению волшебной палочки, сотрет из памяти неприятное событие или человека. Раз – и готово. Самообман. Не более того. Когда героиню нашего рассказа оставил муж, она решила навсегда вычеркнуть его из своей жизни, забыть, поставить большую и жирную точку. Она решительно избавилась от всего, что могло о нем напоминать – фотографии, писем, вещей, подарков. В какой-то момент ей показалось, что забыть его удалось. Боль утихла. Но когда она узнала, что он снова вскоре женился, старые обиды вспыхнули с новой силой. Все попытки забыть и порвать с прошлым рухнули в один миг. Мы слишком наивны, если пытаемся контролировать свою память. Есть такой психологический трюк. Чтобы заставить человека думать о красном большом яблоке, нужно сказать ему «Не думай о большом красном яблоке». И тому уже не отвертеться от этого образа. Правда, память может притвориться, что подчинилась нашим командам. Но это до первого удобного случая. Увы, в этом отношении она совсем не похожа на память компьютера, откуда любая информация безвозвратно удаляется всего парой щелчков мыши. Нет, она скорее напоминает исписанный чернилами листок, который уже невозможно сделать чистым. Единственное, что можно, так это пересмотреть этот лист и попытаться увидеть ситуацию в ином, положительном свете. Миф третий. Прощать можно по мелочам. Предательство непростительно. Действительно, предательство и подлость простить куда труднее, чем мелкие обиды. Ведь от этого страдает не только чувство собственного достоинства. Подрывается вера в себя. Человек начинает комплексовать. Раз с ним могли так поступить, значит у него что-то не так. Тем более, если среди предателей друг, родственник или любимый человек. От этого никто не застрахован. Даже у Иисуса Христа были предатели и отступники. Но кому нужна жизнь, отравленная переживаниями? В душу полную обид не смогут войти ни новые друзья, ни новая любовь, ни новой радости. Не сошлись две судьбы? Не сложились отношения? Постарайтесь не искать виноватых, а лучше извлеките из ситуации урок и идите дальше. Нужно научиться принимать любую ситуацию. Благодарить Бога за то, что раскрыл вам глаза. Научил лучше разбираться в людях. А еще побудил поразмыслить о том, не поступаем ли мы подобным образом с другими людьми. Миф четвертый. Нельзя делать первый шаг, иначе обидчик ничему не научится. Другими словами, если прощать направо и налево, люди будут принимать это как должное и не осознают свою вину. Поэтому обидчик обязательно должен помучиться и извлечь из этого уроки. Парадокс состоит в том, что безусловное прощение может влиять на людей намного сильнее, чем любые попытки сыграть на чувстве вины. Прощать не значит сидеть и ждать, пока обидчик придет и попросит прощения. Это решение самому сделать первый шаг навстречу, освобождая виновного от тяжести, причиненного вам зла. Прощение – акт воли, а не чувств. Чувства всегда будут против этого шага. Они – союзники вашего униженного и оскорбленного я. Сделать шаг навстречу и простить будет проще, если поставить себя на место обидевшего, постараться понять, что он думал и чувствовал в момент конфликта, сравнить его мысли и чувства с собственными. Очень часто ощущения совпадают. Это схожесть ощущений и дает основание для прощения. В конце концов, сегодня простил я, завтра простят меня. Вот на таких взаимных уступках и строится гармоничная жизнь. Миф пятый. Нельзя прощать бесконечно. Помните, на первый раз прощается, на второй. Подобное детское заблуждение было свойственно даже апостолу Петру. В Евангелии Матфея, 18 главе читаем. Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи раз, но до седьмижды семидесяти раз». Тем самым Господь не оправдал надежд своего ученика, отодвинув лимит прощения почти до плюс бесконечности. Кроме этого, Иисус научил нас новому типу отношений, которые строились бы не на злопамятной месте, а на фундаменте взаимного и безусловного прощения. Тем более, что только такое истинное прощение открывает любому из нас путь к Божьему прощению и свободе. Иисус сказал, «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный». Когда люди тебя обидят, Сердце рану нанесут Твою цель и жизнь осудят И на плаху поведут Посмотри в глаза Христа Иисуса Голову слони Ему на грудь Он печали твоей слышит Боль твою и слезы видит Он Время раны не залечит Раны лечит Бог Ты зажги прощения свечи Позабыв обиды дом Посмотри в глаза Христа Иисуса Голову слони Ему на грудь Он просил, чтоб мы прощали Возлюбил тебя, чтоб ты любил Сказываю вам, если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный А если вы не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный Не простит вам согрешений ваших Возлюби и проси Не вспомнил Не вспомнил Не вспомнил Не вскуди Возлюби И прости Не вспомнил Не вспомнил Не вспомнил Не вскуди Чем измеришь свою радость Когда встретишься с Творцом Ощутишь общение Сладость Ты прости И сам прощен Посмотри в глаза Христа Иисуса Голову склони ему на грусть В вечном свете Аллилуйя Господа спасенные поют Возлюби Возлюби И прости Не вспомнил Не вспомнил Не осуди Возлюби 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 И проси И проси Не вспомнил Не вспомнил Не осуди Возлюби Возлюби В Древнем Израиле была одна очень хорошая традиция. Каждый седьмой год, называемый годом прощения долгов, люди прощали друг другу все обиды, денежные долги, отпускали на свободу рабов и даже не засевали свои поля, чтобы дать отдых земле. В Ветхом Завете в 15 главе книги Второзакония записано повеление Бога. Через каждые семь лет прощай все долги. Господь Бог благословит тебя за сделанное добро, благословит все твои труды и все, что ты делаешь. Не знаю, сколько долгов и обид накопляли израильтяне, но мне кажется, что нам сегодня каждый седьмой год прощения слишком длинный срок. Судите сами. За один только год, сколько набирается обид, недовольство и ссор с соседями, родственниками, супругами и детьми. Сколько тяжести лежит на сердце в память о ситуациях, где мы были неправы. Сколько есть у нас моральных должников, которым мы не хотим простить. А началось все, может быть, с такой мелочи, о которой вспомнить стыдно. Так было и с двумя соседями, которые жили рядом долгое время в мире и согласии. Во всем оказалась виновата курица. Представляем вашему вниманию рассказ Льва Толстого «Упустишь огонь, не потушишь». Жил в деревне крестьянин Иван Щербаков. Жил хорошо. Сам был в полной силе, первый на селе работник, да три сына на ногах. Один женатый, другой жених, третий подросток. Из нерабочих ртов был только старик-отец, который страдал удушьем. Всего было вдоволь у Ивана, и жить бы ему дожить. Но рядом по соседству жил с ним Гаврила Хромой. И завелась с ним у Ивана вражда. Затеялось все с пустого. Занеслась у Ивановой невестки рано курочка. Стала она собирать яйца к празднику. Только спугнули, видимо, ребята курицу, и перелетела она через плетень к соседу, и там снесла. Пошла невестка за яйцом, а нет его. Тараска, меньший сын, сказал, что курица на дворе у соседа снеслась, оттуда кудахтала. Пошла она к соседям. Бабушка, моя курочка к вам нынче перелетела. Не снесла ли она яичко где? И видом не видали. У нас свои, Богдал, давно несутся. Мы по чужим дворам яйца собирать не ходим. Обидно стала невестке. Сказала слово лишнее. Соседка два. И стали бабы ругаться. Шла Иванова, жена с водой, тоже ввязалась. Выскочила Гаврилова хозяйка, помянула соседке, что было, да и то, чего не было, приплела. Подъехал с поля Гаврила, вступился за свою бабу. Выскочил Иван с сыном, свалились в кучу. Иван был мужик здоровый, раскидал всех, а Гавриле клочок бороды вырвал. Сбежался народно, силу разняли. С того и началось. Завернул Гаврила свой клок бороды в грамотку и поехал в волосное судиться. А жена соседям хвалится, что они теперь Ивана засудят, в Сибирь сошлют. И пошла вражда. Уговаривал Иванов старик еще с первого дня, да не послушались молодые. Из пустого вы, ребята, дело заводите. Ведь подумайте, все из яйца началось. Подняли ребятишки яйцо, ну и пусть. У Бога на всех хватит. Ну, дурное слово сказала, а ты его поправ, научи, как лучше сказать. Ну, подрались грешные люди, бывает и это. Ну, падите, простите, сидел у конец, а на зло пойдете, вам хуже будет. Не послушали молодые старика, не покорился Иван соседу и поехал судиться. Судились Иван Щербаков с Гаврилой Хромым на сходках, и в волосном, и у мирового, так что и судьям всем надокучили. То Гаврила Ивана под штраф подведет или холодную, то Иван Гаврилу. И шло у них так дело шесть годов. Только старик на печи все одно говорил. Что вы, ребята, делаете? Бросьте вы все, лучше будет. А что больше злобитесь, то хуже. Не слушают старика. Зашло дело на седьмом году, что на свадьбе стала невестка Иванова Гаврилу при народе срамить. Был Гаврила пьяный, не сдержался, ударил ее и зашиб так, что неделю лежала, а она беременная была. Обрадовался Иван и поехал к следователю. Поставил Иван писарю со старшиной пол ведра сладкой и присудили Гавриле двадцать ударов розгами. Выслушал Гаврила решение, побелел, как полотно, повернулся и вышел. Иван за ним и услыхал, как Гаврила говорит. Ладно, он мою спину высечет, загорится она у меня. Да у него как бы больнее, чего не загорелось. Вернулся Иван домой. Слышит, закашлялся старик на печи. Сполз к нему на лавку, откашлялся и говорит. Злоба тебе, сын, глаза закрыла. Чужие грехи пред собой, а свои за спиной. Разве зло между людьми от одного заводится? Зло промеж двоих вас. Ты об душе подумай. Христос по земле ходил, чему нас учил? Ты вот что, Ваня, запряги лошадь, поезжай в правление и прикрой там все дела. Потом пойди к Гавриле, примирись ты с ним, да к себе позови, поставь самоварщик и развяжи ты все грехи. Поди, Ваня, не откладывай. Туши огонь в начале, разгориться не захватишь. Вздохнул Иван и думает. Правду старик говорит. Только не знает, как это сделать, как помириться теперь. Вышел во двор, пока то да другое сделал и солнышко зашло. Пока поужинали, стало совсем на улице черно. Небо заволокло тучами, поднялся ветер. Постоял Иван у ворот. Не выходят у него из головы слова соседа, как бы у тебя больнее не загорелось. И себя не пожалеет. Сушь стоит, да еще ветер. Зайдет сзади, сунет огонь под крышу, и все тут. Дай обойду двор, кто его знает. Только зашел за угол, показалось ему, мотнулось что-то. Остановился Иван, притих. Нет никого, видно, померещилось. И все-таки обойду. Пошел Иван, крадучись, вдоль сараи. Ступает тихо, сам себя не слышит. Дошел до угла, глядь, что-то вспыхнуло. Видит, сидит на корточках человек и солому поджигает. Пока добежал, вспыхнула солома под застрехой, и огонь на крышу понесло. Как ястреб бросился Иван на Гаврилу, но тот вывернулся. Иван упал, а сосед заковылял к своему двору. Иван настиг его у двора и хотел сцапать, как вдруг оглушило его по голове, как камнем ударило по темени. Это Гаврила поднял дубовый кол у двора и со всего маху ударил его в голову. Когда опомнился Иван, Гаврилы не было. Повернулся он и видит, что задний двор его уже полыхал весь, боковой сарай захватило, и ветер гнал огонь на избу. Поднял Иван руки. — Что же это, братцы? Ведь мне бы только выдернуть огонь и затоптать. Что же это, братцы? Хотел закричать, дух захватило, голоса не было, пошел шагом, зашатался, опять дух захватило. Хотел бежать, ноги не двигались, одна за другую цеплялась. Народу сбежалось много, но делать было нечего. После Иванова занялся Гаврилин двор, поднялся ветер, перекинуло через улицу, снесло половину деревни. У Ивана только вытащили старика, да сами выскочили, в чем были, а то все осталось. Вся скотина сгорела, куры погорели на насестах, телеги, сохи, бороны, бабьи сундуки, хлеб в закромах, все сгорело. У соседа скотину успели выгнать и кое-что из хаты повытаскивали. Горело долго, всю ночь. Иван стоял около своего двора и все приговаривал. Что же это, братцы, только бы выхватить и затоптать? Утро прислал за Иваном староста. Он жил на Дальней Слободе. К нему снесли Иванова отца. Когда его выносили, окинуло его соломой с огнем и обожгло. Старик умирал. Сел Иван около отца, обхватил голову руками. Что, Ваня? Говорил я тебе, кто сжег деревню? Он, батюшка, он. Я застал его. При мне он и огонь в крышу сунул. Мне бы только выхватить клок с соломы с огнем, да затоптать, и ничего бы не было. Иван, моя смерть пришла, и ты помирать будешь. Чей грех? Тут только очнулся Иван и все понял. Засопил носом и сказал. Мой батюшка, прости меня. Виноват я пред тобой и перед Богом. Слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи! Ванька, а Ванька, что теперь делать будешь? Не знаю, батюшка, как теперь и жить. Проживете? С Богом жить будете? Проживете? Смотришь, Ваня, не сказывай, кто зажег. Чужой грех покрой. Бог два простит. Сложил старик руки на груди, потянулся и умер. Иван не сказал на Гаврилу, и никто не узнал, от чего был пожар. И сошло у Ивана сердце на соседа, и дивился Гаврила, что Иван на него никому не сказал. Сначала боялся он Ивана, а потом привык. Перестали ссориться мужики, перестали ссориться и домашние. Пока строились, жили обе семьи в одном дворе. А когда отстроилась деревня, Иван с Гаврилой остались опять с соседями в одном гнезде. Помнит Иван Щербаков наказ старика и Божье указание, что тушить огонь надо вначале. И если ему кто худо сделает, думает он, как дела поправить. И если ему кто слово худое скажет, думает не то, как злее ответить, а как бы того научить не говорить худого. И так и баб, и ребят своих учит. И поправился Иван Щербаков, и стал жить лучше прежнего. Огорчил тебя, сердце ранил твое, Слово мне в попад. Бог один судья, Между мной и тобой, Знаю, виноват. На колени встаю, Подбираю слова, И молитвы шепчу. Я вину сознаю, Любовь лишь только права, Я тебя прошу. Ты прости меня За мои слова. Все прости, ведь я люблю, Я так люблю тебя. Ты прости меня За мои слова. Ты прости меня. Мне стало ясно, вдруг, Прощение — это дверь К жизни без потерь. Пойми, ведь я твой друг, Жизнь новая тебе. Я прошу, поверь. Ты прости меня За мои слова. Все прости, ведь я люблю, Я так люблю тебя. Ты прости меня. За мои слова. Ты прости меня. Дай мне руку, Время любить сейчас. Прочь разлуку, Мы не упустим шанс. Единственный шанс, Один только шанс. Ты прости меня. Ты прости меня. Ты прости меня. Ты прости меня. За мои слова. Ты прости меня. Ты прости меня. Да, 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 да. Дорогие друзья, наше эфирное время подошло к концу. До новых встреч на радиоволне 107.1 FM, радио Бананова. Ждем вас у радиоприемников каждый понедельник в час дня. Звоните нам по телефону 663-178-617. Пишите на электронный адрес tmrbarcelona-hotmail.com или приходите к нам в церковь, которая находится по адресу Карер Санте-Усеби 54, метро 3-я линия, остановка Фонтанна или 7-я линия, остановка Плаца Малина. Каждое воскресенье в 14 часов дня. Мы рады будем увидеть вас. Веры вам и добра!